В память о крещении Иисуса в реке Иордан православные верующие ежегодно 19 января окунаются в воду. Считается, что в праздник крещения вода обретает целебные свойства, очищая тело и душу. В церкви же отмечают, что присоединяться к этой традиции всем и каждому вовсе не обязательно. Она хороша тогда, когда связана с верой человека, с его духовной жизнью в Боге. Просто купание, ну буквально как некое развлечение уже становится, потому что люди, в общем-то, идут и хотят получить, вкладывают смысл в это купание. То, что следует искать в исповеди очищения от грехов, то, что следует искать в молитве, то, что следует искать в церковной жизни. Купание без богослужения, без молитвы, вот, само по себе немногим поможет. Кроме того, осерегают медики на неподготовленный организм. Купание в холодной воде может оказать негативное влияние, особенно на тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. Ну а для желающих присоединиться к традиционным купаниям в Сочи подготовили 12 мест. Они будут организованы во всех районах. Там будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и казаки. В Адлерском районе два места купания. Это пляж Чайка и территория храма Успения Престой Богородицы в Севдей Высоком. В Хостинском районе это пляж Кристалл. В Центральном районе это будет место, выбран пляж Ривьера. И в Лазаревском районе это будет основное место, это Салахаул. И далее идет это непосредственно в самой Лазаревке три места. Купание будет определено также в Якорно-щеле и поселке Головинка. Полный список мест для крещенских купаний сейчас на вашем экране. Также с ним можно ознакомиться на нашем сайте fkt.com. Стоит обратить внимание, что в этом году купель в Троице-Георгиевском монастыре организована не будет. Совершить обряд омовения в специально оборудованных местах можно в ночь на 19 января и днем того же числа. В воскресенье в 8.30 во всех храмах города пройдут праздничные литургии, после которых будет совершаться обряд освящения воды. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.